Тема называется секвенированными нано-порами. Ну, а цель лекции — это скорее, ну, дать какой-то обзор вот именно этой идеи о анализе каких-то вот длинных макромолекул с помощью нано-пор. Ну, и я немножко расскажу о применении нано-пор к секвенированию ДНК и потом плавно перейду на анализ белкового последовательности с помощью нано-пор. Это, ну, недавние результаты, в которых мы тоже принимаем участие. Да, как всегда, не стесняйтесь задавать вопросы по ходу лекции. Так будет проще и вам, и мне, наверное. Вот. Ну, поехали. То есть, ну, наверное, не надо много остановиться на вот существующих методах секвенирования. Все, наверное, знаете, что вот есть там сенгер, у которого, ну, длина рида там порядка тысячи, может быть. Но очень, как бы у эксперимента очень мало выхода, поэтому, ну, получается очень долго и дорого. То есть, там, ну, человека, да, 10 лет собирали с нуля. Да, вот. Ну, потом появились технологии NGS, которые позволяют, ну, получать очень большой выход. И поэтому все, как бы, удешевляется и ускоряется. Но у нас стали, короче, риды. То есть, порядка сотни или, может быть, нескольких сотен. Ну, недавно также появились Pac-Bio, Pacific Biosciences, которые делают риды, ну, со средней длиной там в 15 тысяч. Они там постепенно их увеличивают. И, ну, с другой стороны, у них гораздо больше ошибок. То есть, там до 15 процентов. Ну, в принципе, с этим уже научились работать и научились работать хорошо. Но, как бы, остается такой момент, что сам секьюнатор очень дорогой. Там, он, по-моему, 66 тысяч долларов он стоит. Ну, и на самом деле, как бы, у немногих групп есть доступ к таким технологиям пока что. Вот. И эти все методы объединяют то, что в целом, как бы, сама постановка эксперимента, она, как бы, включает в себя всякие дополнительные стадии. То есть, мы, скорее всего, будем клонировать ДНК, потом ее амплифицировать. Нам для, как бы, хода эксперимента нужно какие-то докупать дорогостоящие энзимы. И, в целом, как бы, сама технология, она, ну, делает какие-то сложные малипуляции с ДНК. Ну, то есть, большинство. Вот. И, как бы, возникает вопрос, почему бы просто вот, ну, не взять и отсеквенировать? То есть, на основе каких-то физических различий между нуклеотидами, отдельными нуклеотидами. И, собственно, где-то, наверное, 20 лет назад появилась идея, что, ну, вот, на напоры, то есть, как бы, такие, ну, это, на самом деле, такое вообще название для каких-то небольших вот сенсоров порядка, размера порядка нанометра. С помощью таких вот сенсоров можно каким-то образом получать информацию о молекулах, которые сквозь них проходят. То есть, ну, идея, как бы, очень простая, кажется. То есть, ну, вот, ну, к примеру, ДНК, макромолекула какая-то, она проходит через пору. И, когда она проходит, она моделирует некоторый сигнал, который мы можем измерить, и на основе которого мы можем там какую-то дополнительную информацию получить, там, последовательность молекулы определить и так далее. Вот. То есть, это такая общая идея. Ну, и, как бы, эта идея была предложена еще около 20 лет назад и даже раньше. И, на самом деле, как бы, люди, ну, достаточно давно над этим работают. А, и сначала начали, как бы, исследовать всякие биологические нанопоры, которые встречаются, к примеру, в бактериях. То есть, вот такая самая популярная — это альфа-хемолизина. Вот она, как бы, там, каким-то образом собирается из нескольких других белков и, как бы, могут ее собрать, как бы, в каком-то искусственных условиях. Ну, она, вот, порядка полутора нанометров, как бы, в самом узком диаметре, вот там внутри. Вот. Ну, и, с другой стороны, есть, как бы, изучают также искусственные поры, которые, ну, как бы, ученые сами делают, которые, ну, сверлят в каких-то тонких мембранах. И, вот, как бы, да, последние достижения там можно делать поры где-то вот до полу нанометра в том же самом узком диаметре. Ну, как бы, много разных типов пор существует. И, с другой стороны, существует много различных методов именно детектирования сигнала с поры. Ну, то есть, такой самый естественный — это, пожалуй, на основе ионного тока. То есть, у нас есть мембрана, которая разделяет два резервуара, у нас есть пора. И через это, ко всему этому предложен какой-то электрический потенциал, и через пору проходит какой-то ионный ток. И когда молекула проходит через пору, она этот ток блокирует, ну, в той или иной степени. И это, соответственно, сказывается на токе, проходящем через пору, и мы можем это померить. Ну, то есть, в данном случае, вот, смотрите, когда пора пустая, у нас вот такой уровень тока, когда через пору проходит молекула, у нас, как бы, ну, значительно уменьшается значение тока. Вот. Ну, и обратите внимание, что на самом-то деле в пору, вот, в эту, в ее, как бы, вот, пояс помещается, на самом деле, несколько нуклеотидов. То есть, ну, как бы, ее можно делать тоньше и тоньше, но с этим тоже возникают проблемы. Так что, как бы, вот, в теперешней ситуации практически всегда, вот, у нас, там, от трех, да, не знаю, вот, до 12 нуклеотидов помещается в пору. Вот. Есть другие методы, которые, как бы, были предложены, которые используются. Они, возможно, не используются сейчас в каких-то коммерческих приборах, у которых, там, не так, не то, чтобы очень много пока что, но они были предложены. И, ну, вот, есть такой интересный метод, когда, то есть, с этим проблема то, что у нас несколько нуклеотидов в поре, и нам нужно будет как-то их расплетать. Возможно, как-то отрезать нуклеотиды от ДНК по одному экзонуклеазы и пускать их в пору. Но тут, естественно, возникают проблемы то, что, как бы, нуклеотиды, они должны сразу попадать в пору, иначе они не запутаются, и, ну, мы ничего не поймем. Вот. То есть, предлагается как-то совмещать эту экзонуклеазу с поры, да? А разные нуклеотиды от разных споров? А, да. Дело в том, что, ну, как бы, ток через пору, он пропорционален открытости поры. А у разных нуклеотидов разный размер. Ну, то есть, он там, как бы, не в два, в три раза отличается, но там есть такие значительные отличия. Ну, то есть, это, по-моему, порядка сотни кубических анстремов. Вот там 100-150, боюсь ошибиться. Вот. И, да, на основе этих отличий в объеме мы можем попытаться узнавать разные нуклеотиды. Да, если несколько нуклеотидов, естественно, возникают сложности. То есть, разные, ну, как бы, комеры в поре, разные наборы нуклеотидов могут, примерно, давать одинаковый сигнал. Вот. Ну, а к этому еще вернемся. То есть, вот, как один из вариантов преодолеть это, вот, предложен был способ, что мы по одному нуклеотиду отрезаем, опускаем в пору, и тогда он там точно один. Ну, вот. Есть еще другой метод тоже на основе детектирования электрического сигнала, но в данном случае у нас не ионы ток через поры, а у нас есть электроды как бы на концах поры, с одной и с другой стороны, и через них идет, ну, ток из-за туннелирования электронов идет. И, соответственно, чем, как раз наоборот, в данном случае, чем, ну, больше у нас молекулы в поре, тем, как бы, ток поет сильнее. И, соответственно, тоже, как бы, этот сигнал даст нам какую-то информацию об объеме и, возможно, каких-то других химических свойствах молекулы, которые проходят через поры. Ну, к примеру, там, от заряда это может зависеть, или, там, от гидрофильности, вот, в случае аминокислот. Вот. На самом деле это не все, есть разные другие методы, но просто, да, тут посыл в том, что, как бы, существует множество разных способов было предложено, и на самом деле, как бы, да, все они имеют право на существование, непонятно, какое, в конце концов, да, будет более успешно. Ну, пока что, в основном, используется самый первый, то есть с ионным током. Я, в основном, буду о нем говорить. Ну, и, как бы, кажется, что уже все достаточно сложно, на самом деле есть еще куча других сложностей, то есть, ну, в случае ДНК нам надо ее как-то расплести. Ну, то есть, скажем, двухсыпочная ДНК, она в диаметре уже, там, 2 нанометра, то есть она уже не пройдет через поры. То есть, ну, ее надо как-то рассыпить, денатурировать, а потом ее надо протянуть через пору, как бы сделать так, чтобы она ее не заблокировала, а как бы пошла этим концом внутрь нее. К примеру, и для этого делают вот, соли стоит на напору, а делают вот с такой формы, чтобы там проще заходить было. Вот. Ну, и нужно еще как-то контролировать саму транслокацию через пору. Если она, к примеру, будет слишком быстрой, то мы, ну, а как бы у нас, ну, мы с какой-то частотой можем мерить электрический ток, но если ДНК будет проходить слишком быстро, то мы, как бы, не все колебания тока можем, как бы, обнаружить. И потом, да, тоже будут проблемы, как бы, с распознаванием. Собственно, вот. Это то, что касается именно самой идеи вот этих наносенсоров. И вот как пример такого успешного коммерческого продукта, не так, ну, тоже боюсь ошибиться, ну, пару-тройку лет назад они, наверное, его начали продавать. Вот компания Oxfair Nanopores, и у них вот мини-Ion, то есть это такой секвенатор, который умещается в Алдоне, он подключается по USB-компьютеру. И, собственно, я говорил о стоимости и о выходе эксперимента. В данном случае, как бы, сам секвенатор стоит тысячу долларов. Там, сравните с сотнями тысяч для, там, PugBio. Ну, к нему надо докупать, как бы, дополнительные поры, потому что поры, они, ну, через какое-то время, там, через несколько десятков часов, по-моему, использования, они, ну, все, их больше нельзя использовать. Вот, ну, и какие-то реагенты. И выход примерно, да, от 500 до 1 гигабайта на одну пору, ну, в самом мини-Ion там массив пор. И вот, ну, как бы, тоже кратко скажу, за счет чего это все работает. То есть вот тут та самая пора. Они, на самом деле, за всю вот историю перепробовали кучу разных пор, кучу разных мембран, кучу разных вот энзимов дополнительных. Вот самый последний, это у них R9, R9, по-моему, это пора какая-то из Ecoli. И у них, помимо, ну, это, да, натуральная пора. Помимо этого, у них есть еще дополнительный энзим, который, во-первых, расплетает ДНК, а во-вторых, он замедляет скорость прохождения ДНК через пору. Ну, и вот, и они меряют ионный ток, и, соответственно, получают некоторые сигналы. Вот, и этот, как бы, мотор, он, ну, достаточно существенно замедляет скорость, что очень важно на самом деле. Но, с другой стороны, важно отметить, что скорость, она все равно неравномерная. То есть он замедляет, но, как бы, там, в зависимости от каких-то условий, скорость все равно, как бы, скачет. Собственно, вот, и в самом секвенаторе таких пор несколько, не одна. То есть, как бы, в мини-айне, там, ну, их, по-моему, до сотни, но они сейчас анонсировали новый секвенатор, в котором там будет их гораздо больше. Ну, и, соответственно, чем больше пор, тем больше выход реакции эксперимента. Вот, ну, и важно, что поры, как бы, асинхронные, и там нету, как бы, вот таких циклов, как, к примеру, в иллюмине, да, там, по одному нуклеотиду за один цикл, а там все поры, как бы, работают тут асинхронно. И, да? Ну, в смысле, каждая пора, через каждую пору независимо проходит какая-то ДНК. Ну, и с нее считывается сигнал. Нет, у вас, каким образом они, получившиеся последовательности, если к тому процентам суммируют, получают изменения? Ну, они, ну, в смысле, с каждой поры приходит какой-то отдельный рид. Ну, потом их уже надо собирать, но это уже, как бы, совсем-совсем другая задача. Ну, да, то есть, ну, выход, как бы, для, не знаю, для биоинформатиков, это вот просто набор ридов там. Вот. Еще у них есть такая интересная вещь, как 2D-чтение. То есть, ну, 1D-режим, ну, там есть два режима. 1D-это когда просто, ну, одну цепочку ДНК протягивает через пору, ну, вторая цепочка куда-то уходит. А в режиме 2D, как бы, тут, наверное, плохо видно, но вот на конец ДНК прикрепляется вот, ну, hairpin называется. Ну, такая штучка, которая соединяет два стренда. И мы, как бы, считаем, считали один стренд, и потом за этот hairpin тянется комплементарная цепочка ДНК, и она тоже читается. Ну, то есть, получается, в нашем риде будут не, как бы, два темплейта, которые мы прочитали, которые друг другу комплементарны. Это нам поможет потом, ну, для бейсколлинга, это нам может существенно улучшить нашу точность. Вот. Ну, и мы получили какой-то сигнал споры. Как нам, как же нам теперь, собственно, понять, что за нуклеотиды в этой ДНК прошли через пору? Ну, во-первых, вот этот сигнал нам нужно разделить, как бы, на отдельные события. Ну, события, мы будем считать событием, это, как бы, наличие в поре какого-то некоторого числа нуклеотидов. Ну, как вы помните, у нас там их несколько. В случае с мини-Айоном там 5 или 6. Они, как бы, сначала считали, что 5. Теперь они, по-моему, переключились на БДЛ с 6. Вот. Ну, и каждое такое событие, оно соответствует определенному такому камеру. И этот сигнал мы должны фрагментировать вот на такие участки, более-менее равномерные. Это они делают какими-то статистическими тестами, но вот не очень понятно на самом деле как. Вот. И теперь каждому такому событию соответствует какой-то камер. И мы, в принципе, можем посчитать, для каждого камера посчитать ожидаемый сигнал. Ну, либо теоретически, либо на самом деле мы можем просто обучиться на каких-то, ну, какие-то известные молекулы ДНК протягивать через спору и понять, какие камеры, каким сигнал реальности соответствуют. Есть проблемы с анатоломом? Есть. Да, есть. Я, да, расскажу про это. Вот. Но, как бы, камеры… Ну, для, как бы, для примера, вот тут в данном случае, как бы, три меры будут, но в реальности они, на самом деле, длиннее. И, собственно, да, вот в самом таком простейшем случае используется скрытая марковская модель. В этой модели у нас состояние — это все возможные три меры, а наблюдение — это вот эти вот фрагменты сигнала, ну, сигнал, который мы фрагментировали. И, соответственно, каждый камер порождает наблюдение. И нам, ну, нам нужно связать эти, как бы, эти камеры, ну, потому что, как бы, камеры, которые следуют друг за другом, естественно, должны перекрываться. Ну, вот это мы можем добиться с помощью матрицы переходов. То есть мы просто… Невозможные переходы между камерами, ну, вероятность такого перехода выставим в ноль, а, соответственно, вероятность перехода между перекрывающимися камерами будет одна четвертая. Вот. И, да, таким образом, как бы, имея уже, ну, имея распределение ожидаемых значений сигналов с камеров, мы можем вот с помощью такой модели, собственно, получить наиболее вероятную последовательность камеров и, соответственно, наиболее вероятную последовательность нуклеотидов. Да, то есть возвращаясь к гомополимерам. Как и вот я говорил, что скорость, она… Скорость прохождения молекул, она не очень контролируется. То есть мы не можем разбивать просто равномерно. Ну, нам нужно как-то фрагментировать. И, соответственно, когда через пору проходит какой-то длинный гомополимер, который длиннее, чем количество нуклеотидов, которое в пору умещается, мы не можем понять, как бы, когда он начался, когда он закончился. То есть было там 5 или 10 или 20. Для нас это будет как бы одно длинное событие. И мы не можем понять, как бы, может, это был просто молекул, проходил очень медленно. И как раз-таки из-за этого мы не можем предсказывать гомополимеры длиннее, чем количество нуклеотидов, которое умещается в пору. То есть в данном случае у Oxford, ну вот у бейсколера для нано-пор никогда не бывает там больше пяти нуклеотидов подряд одинаковых. Просто вот из-за этого. То есть тут это, естественно, проблема. И вот они сейчас анонсируют как бы новую химию. Ну, как бы анонсировали когда в апреле, по-моему, в мае. И говорят, что вот у нас будет точность там 95-97%. Но кажется, что это так сразу не решит проблему гомополимеров. И, к примеру, когда сборка делается, ну только с помощью Oxford нано-пор, полногеномная Денова, то проблемы, они возникают как раз-таки с гомополимерами. Вот, ну ладно. Ну да, и пару слов как бы, что потом с этими ридами можно делать. Так, а давайте вот по этому есть какие-то еще вопросы? Или можно дальше двигаться? Можно использовать чей-то референсный геном, собранный с высокой точностью, чтобы предсказывать гомополимеров? Ну, можно, но как бы это не решит проблему гомополимеров. Ну, то есть, мы же хотим получать как можно более точные риды. Просто, ну, бывает, что референса нет, и как бы бывает, что мы ищем какие-то структурные варианты, которые могут быть как раз в количестве гомополимеров. То есть, ну, для какой-то последующей обработки ридов, да, конечно, референс может помочь. Но вот, ну, как бы это не решает проблему именно секвенатора. Как вот, когда мы хотим получать как можно более аккуратные данные. Так, ну, давайте тогда дальше. То есть, пару слов просто о том, вообще, как потом собирать можно эти данные. Ну, то есть, как одно из приложений, как бы, секвенирование, мы до нового собираем геном. И в самом начале, как бы, поступили примерно точно так же, как поступали изначально с пакбао ридами. То есть, сначала брали эти полногеномные риды, выравнивали друг на друга, находили, как бы, перекрывание. Потом делали коррекцию ошибок на этих ридов. Потом делали еще один раут коррекции ошибок. И потом эти все покоррекченные риды засовывали в селеру, которую, собственно, которые собирали еще с сенгера. Сейчас им и стали пакбао им собирать. Вот, и, собственно, вот на напоры тоже. Ну, потому что они длинные, почему бы нет. И после селеры делается еще дополнительный раунд, как бы, полиши. Ну, в смысле, вот, дополнительный раунд коррекции генома. Потому что, ну, селеры работают все-таки с нуклеодидными последовательностями. А можно потом, ну, когда мы уже знаем геном, когда мы выровняли риды, можно сделать консенсус какой-то из этих ридов, взять именно уже, пользуясь сырым сигналом спора. И это, в принципе, дает там некоторое преимущество в точности. Вот, но, как бы, вот в самый первый раунд, это две итерации коррекции ошибок, это очень медленно. И, собственно, вот как раз то, чем мы занимались, это сборка пакбао и Oxford на напор ридов без коррекции ошибок. Ну, то есть, идея в том, что мы можем найти те же самые перекрытия ридов с помощью, с умом выбранных камеров. То есть, они будут достаточно коротенькие, чтобы, ну, не содержать ошибок. Ну, там, 15-ти меры, 17-ти меры. Но, с другой стороны, нам важно их выбрать так, чтобы они были не ошибочные. Да, то есть, вот это основная задача. И потом, имея, как бы, вот эти выбранные камеры на ридах, вот, solid камеры, мы эти риды можем достаточно эффективно перекрыть друг с другом. Вот, ну, а потом мы делаем то же самое. То есть, вот, когда у нас есть перекрытие, мы расширяем, как бы, нашу хромосомку. И у нас, получается, уже, как бы, тоже геном, но он, как бы, по качеству, он просто, как бы, как длинный рид. Ну, и потом мы просто его делаем error correction, ну, точно так же. Ну, как бы, у нас свой метод, но, да, суть одна. Вот. Да, и пару слов, как бы, о, вообще, ну, зачем это все. То есть, как бы, один из главных аргументов к секвенированию нано-порами, это, собственно, как бы, ну, стоимость эксперимента, эффективность, компактность. Ну, то есть, вот, как бы, такая табличка со сравнениями. То есть, Погбаи вот стоит, да, даже 700 тысяч. И сам секвенатор. И, как бы, тут еще посчитана стоимость именно рано. То есть, у Погбаи она вот самая большая, где-то 2000 долларов за гигабайт. Вот, да. Я так понимаю, что у фермера и молоткома, в отличие от других, у вас до секвенирования, это преимущество, что не очень много дополнительных реагентов. Ну, да. То есть, обычно, стоимость реагентов очень сильно эффективности. Да, насколько, ну, вот, насколько, как бы, то есть, я, конечно, сам эксперимент не ставил, но то, что пишут, там, вот, где-то, по-моему, 90 долларов за реагенты, ну, для одного рана. Да, 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 да. То есть, именно этим и объясняется, ну, низкая стоимость, что, как бы, все гораздо проще. И, как раз-таки, поэтому еще и, ну, количество ДНК, собственно, в сэмпле, оно, ну, меньше нужно его. Вот, то есть, и, собственно, Mini-I, ну, когда-то, это, по-моему, еще старые оценки, то есть, там, обещали 1 гигабайт за 500 долларов, ну, если вот, как бы, посчитать вот то, что я раньше говорил. Ну, то есть, это не то, чтобы сейчас сильно дешевле, ну, дешевле, конечно, чем Пакбайо, но они постепенно, как бы, увеличивают выход, то есть, просто добавляют больше пор, делают поры, как бы, более стабильными, то есть, они больше секвенса через себя могут пропустить. Вот, ну, и это очень компактно, то есть, не так давно, там, вот, с этим секвенатором кто-то поехал в Африку из Жачиболу, там, его, по-моему, не так давно в космос запустили, там, посеквенировать что-то, в общем, да. Ну, и, как бы, там есть и другие преимущества, о которых очень любят, вот, Oxford на напору рассказывает, то есть, они умеют делать секвенирование, ну, в смысле, умеют получать данные в реалтайме, то есть, вот, запустил эксперимент, и сразу видишь, что, вот, что, что там у тебя читается, и ты, там, возможно, можешь прервать эксперимент, если ты увидишь, что, как бы, у тебя уже достаточно данных, или что там что-то не то происходит, вот, то есть, это, возможно, как бы, в будущем как-то повлияет на вот, на то, как эти эксперименты ставятся. Хотите, что ты говоришь про готовность? Нет, к сожалению, нет. Утверждается, что, да, не нужен какой-то, ну, вот, она в том виде, в каком она есть, вот, для, там, Иллюмины или Погба. То есть, по поводу соотношения ридов или рек? По поводу соотношения ридов? Ну, соотношения получаемых секенсов к какому-то реальному идеальному представлению того, что… А, в смысле, ну, то есть, можно сравнивать, как бы, с другими секвенаторами… Другие сэмплификации. Да-да-да, да, другие сэмплификации. Думаю, речь идет, скорее, ты спрашиваешь о количественном соотношении, то есть, если ты делаешь, например, в РНК-сек, для реклоновых секвенирований, ты можешь оценить так же количество соотношений, используя данные для экспрессии, где нам, ну, по-моему, он, наверное, по-моему, очень неплохо. Ну, вроде бы, да, вроде бы, о таком я не слышал. Только для сборки. Ну, пока что, как бы, да. То есть, просто это, ну, это только появляется, тоже, я думаю, что еще не у многих групп есть сам инструмент, то есть, они аккуратно очень его там продают. Вот. Ну, ну, к примеру, да, ну, вот в Россию, к примеру, не купить, то есть… Ну, у них, ну, у них политика такая, я думаю… чтобы они их не писали по поводу. А в R9, они просто больше верят, что оно из коробочки получается хорошо, поэтому сейчас они его стали продавать. А дает вот это доверение птицам, просто, потому что человек попробует, у него не получится. И дальше все. На один отрицательный уровень, наверное, на 100 положительный. Да, ну, тут я на самом деле уже рассказал, что вот процент ошибок у нас там от 13 до 19, то есть в новой R9 они там обещают, что чуть ли не 5, там, 3 процента будет ошибок. Ну, что, в общем-то, да, очень впечатляет. Да? Еще вопрос. А эти проценты ошибок, они подтверждены, независимыми, ну, так более-менее степень? Ну, да, да. То есть, ну, в смысле, вот это, вот это, это да, это мы видим. А 5 процентов я пока что еще не видел каких-то, ну, то есть они вот рассказывают про это в пресс-релизе, я каких-то независимых исследований пока не видел. Может, да? Они, по-моему, подавать, значит, с сентября это дело, и, в принципе, люди властят эти риды, которые у них получаются, там, на 2 тысячи моблиотируют, что-то опять же. Ага, ну вот. Значит, работает, отлично. А, да, то есть интересно, на самом деле, что вот это улучшение по бейсколлингу они, ну, по их утверждениям, получили большей частью за счет как бы нового бейсколера. То есть они сделали бейсколер на основе нейронных сетей, но, опять же, про подробности, как он работает, вроде бы я не нашел. Как бы в презентации они не особо тоже рассказывали. Вот. Ну и что с этим можно сделать? То есть вот какие-то сборки бактериальные только на основе ридов уже делаются, и как бы это достаточно, ну, те же самые алгоритмы, которые работают для Погбао, они там практически без изменений работают на напор. И да, мы можем получить как бы хромосомки для бактерий, но как бы точность пока что, да, вот, ну, как бы с прошлой химии вот было где 99,5%, что, в общем, не дотягивает до, как бы, reference quality. То есть у Погбао, к примеру, там, не знаю, может быть ошибок 20 на геном получается, как бы с тем же покрытием. Но как бы они улучшаются, и, в общем-то, да, это перспективы очень, на самом деле, яркие. Вот. Ну и, собственно, мы плавно переходим к теме на напор для анализа белков. Есть ли вопросы вот по тому, что сейчас было, или как бы можно уже дальше переходить? Так, ну, хорошо. Вот как раз половина. Вот. Собственно, немножко истории. У Фредерика Сенгера, ой, у меня тут ошибка Сенгера, у него, да, как вы, наверное, все знаете, есть Нобелевская премия за секвенирование ДНК в 77-м году, ему дали. Но как бы не так, как бы не все знают, что у него на самом деле есть еще одна Нобелевская премия, которую он получил как раз-таки за секвенирование белков в 58-м году. И в те времена, в 58-м, секвенирование белков как бы, ну, было достаточно сложным. Ну, он вот как раз-таки, по-моему, да, у него был метод схожий с Edmund Degradation. Вот. То есть это был какой-то длинный эксперимент, но вот что-то у него получалось. А ДНК как бы тогда не знали, как собирать. Сейчас ДНК собирает все, а белки до сих пор как бы, с ними до сих пор проблема. Ну, зачем нам вообще секвенировать белки, хотя у нас, казалось бы, как бы мы сможем ДНК собрать. Вот. Ну, мы немножко обсуждали это два дня назад. Ну, вот. То есть у нас есть белки, которые явно не закодированы в геноме. То есть, например, антитела, которые там подвигаются каких-то сложным рекомбинациям после того, как там, ну, какие-то строительные блоки транслируются. У нас есть короткие гены, которые нам сложно предсказывать. Ну, да, то есть тоже надо сказать, что вот в большинстве баз данных, которые сейчас в белке есть, они, большинство из них были как бы предсказаны вычислительно. И коротенькие гены, их сложно предсказывать, потому что, ну, просто непонятно, ну, ген — это или какая-то просто случайная обстоятельность, которая никогда не транслируется. Вот. Ну, нам нужно изучать также всякие подстранственные модификации и мутации белков. И, на самом деле, еще много всего другого. Да, вот еще немножко истории. То есть в 58-м, 50-х начали, вот, начали звать Edmund Degradation. Научились секвенировать. Да, это первый метод секвенирования, который вообще придумали. Потом в 80-х началась bottom-up масс-спектрометрия. То есть это когда белки сначала делятся протеазами на какие-то пептидики коротенькие, там, ну, от 10 до 25-35 аминокислоты. Потом они кидаются в масс-спектрометрометр, мы получаем спектр. И пытаемся либо, ну, собрать этот спектр Деново, либо по базе данных понять спектр, какого белка это, скорее всего, был. Вот. За это тоже дали Нобелевскую премию в 2002-м. Не так давно, ну, в 2000-х начала появляться стоп-даун масс-спектрометрии. Она уже умеет анализировать белки целиком. Но, как бы, там есть ограничения по длине. Они там, то есть там сейчас умеют порядка 100 аминокислот белки кидать в масс-спектрометрометр. Ну, и, возможно, нам, аминокислоты нам могут помочь в анализе сейчас. Вот. Ну, то есть я много говорил про ДНКОВ и аминокислоты на напоры. Почему же мы просто не можем взять и, как бы, применить их к белкам? Ну, во-первых, аминокислоты, они меньше по размеру, чем нуклеотиды. И поэтому нам нужны более чувствительные поры. То есть какие-то биологические нам уже, скорее всего, не подойдут. И, то есть нам нужно делать вот какие-то солид-стейт на напоры с очень-очень маленьким размером. Вот. Ну, соответственно, белки надо как-то протягивать через на напоры. У нас уже не будут вот эти вот моторные энзимы. Нам не смогут помочь, потому что, ну, как бы, они для ДНК. И у белка там должен быть, ну, чтобы он равномерно протягивался, должен быть равномерно распределен заряд вокруг белка. А с этим тоже возникают проблемы. Вот. И, собственно, не так давно вот наши коллабораторы, они добились того, добились вот того, что они сделали достаточно маленькую упору в тонкой кремниевой мембране. То есть вот у нее объем вот этого вот пояса, он там может достигать 0,3 кубических нанометров. И, собственно, это уже позволяет, ну, это как-то уже сравнимо с размером 3-4 аминокислот. И вот обладает достаточной чувствительностью, чтобы, в принципе, ну, да, делать какой-то анализ белков. Вот как выглядит сигнал. То есть тут, как бы, вот, можно уже говорить о каких-то более реальных данных, потому что мы их щупали руками. Ну, то есть вот, вот, как бы, ход эксперимента. И когда пора открыта, у нас, вот, как бы, ее заблокированность, она 0. Ну, флуктуирует около 0. А вот эти вот пики — это как раз-таки белки, которые проходят через пору. И если мы увеличим, то мы, как бы, увидим вот этот пик побольше. Если мы еще его увеличим, то мы увидим, как бы, не просто тот такой пик, а еще и некоторый сигнал, который, да, будет нам говорить о какой-то вот характеристике белка, проходящего через пору. Вот. Ну, и, собственно, да, то же самое вопрос. Как, имея сигнал, получить вот эту последовательность аминокислот? Ну, оказалось, что пока что это очень сложно, что, ну, очень большой уровень, как бы, шума. И мы пока что решили решить более, как бы, простую задачу — задачу идентификации. То есть, имея сигнал и базу данных ожидаемых белков, как бы, аннотированных, ну, протеон, к примеру, какой-то организма, можем ли мы сказать, какому белку из базы данных соответствует такой сигнал? Ну, вот это задача идентификации. Вот. То есть, идентификация против секвенирования. Идентификация отвечает на вопрос, какие вот белки из данных представлены в каком-то образце. В масс-спектрометрии это вот такой, на самом деле, стандартный подход. Он очень развитый. И идентификация масс-спектрометрии — это уже, как бы, такой гораздо более точный и надежный инструмент, чем секвениры Денова, то есть над синей Деново в ботомапе, тем более, как бы, в топ-таун. Люди очень много работают, но результаты пока, ну, они достаточно ограничены. То есть, там, как бы, можно сделать что-то, но вот не всегда. Ну, и для идентификации хорошо бы научиться уметь генерировать теоретический сигнал для, ну, какого-то белка, белковой последовательности, чтобы его уметь сравнивать потом, как бы, ну, экспериментальный теоретический сигнал. Вот. Ну, давайте подумаем, как мы можем это сделать. Ну, а самая простая идея — это то, что сигнал в поре, он пропорциональен, как бы, среднему объему аминокислот, которые в данный момент находятся в поре. Ну, как бы, то есть, ну, аминокислоты блокируют сигнал, и вот примерно, как бы, средний объем, он, как бы, средний занятый объем поры, он пропорциональен току должен быть. Пора вмещает несколько аминокислот, и, как бы, вот, согласно экспериментам, в принципе, ну, и, собственно, объем, объем упоры, мы понимаем, что, скорее всего, там где-то 4 аминокислоты вылезают. Ну, то есть, естественно, как бы, может быть, как бы чуть больше, чуть меньше, но вот остановились на 4. Вот. Ну, да, вот, к примеру, тут разные аминокислоты. Видите, у них может быть совершенно разный объем. То есть, у каких-то он совсем маленький, у каких-то он, там, большой, ну, относительно. Объемы мерия, кстати, ну, они довольно давно уже были измерены, ну, к примеру, с помощью, там, кристаллографии, ну, или, там, симуляции. То есть, на самом деле, есть разные методы, которые иногда к немножко разным результатам приводят, но, в принципе, сейчас более-менее есть консенсус, как бы, как я кеминус сладкого объема. Вот. Ну, и можно уже сравнить теоретический сигнал, вот, красненький, и реальный сигнал. Ну, то есть, он, в принципе, более-менее похож, но, как бы, есть какие-то области, в которых он достаточно сильно отличается, ну, достаточно сильно отличается модель и, как бы, реальный сигнал. И еще одно из наблюдений состоит в том, что вот такие области, они обогащены, ну, совсем маленькими такими аминокислотами. Ну, это, в принципе, можно объяснить. То есть, представьте, что, как бы, вот у нас есть большие какие-то аминокислоты и маленькие аминокислоты в поре. И, в принципе, как бы, на ток большее влияние будут оказывать большие аминокислоты, чем маленькие. Ну, и поэтому, как бы, у нас будет какая-то нелинейная зависимость на самом деле. И вот тут вот есть картинка, которая говорит нам о том, что есть линейная зависимость между ошибкой, ошибкой в сигнале, которая соответствует какой-то конкретной аминокислоте, и размером аминокислоты. Ну, то есть, мы, то есть, это усредненный теоретический минус эмпирический сигнал для каждой из аминокислот. И мы видим, что для маленьких аминокислот есть тенденция, получается, переоценивать сигнал. Для больших аминокислот есть тенденция, надо оценивать сигнал. То есть, они отсортированы вот по объему. И, собственно, с другой стороны, у нас уже есть какие-то экспериментальные данные, и мы можем эту модель, ну, попытаться просто построить какую-то регрессионную модель и научиться на этом. Ну, вот, в самом начале мы, как бы, решили попробовать support vector regression, то есть, вот, регрессор на основе svm. Собственно, что нам нужно для этого сделать? Нам нужно выделить, вот, ну, у нас есть какие-то известные белки, у нас есть сигнал из этих белков. Мы эти белки разбиваем тоже на коммерчики, и мы для каждого коммерческого у нас есть соответствующий сигнал. Мы тоже его выделяем. Ну, тут, естественно, мы делаем предположение, что белок проходит, как бы, равномерно, с равномерной скоростью через пору, то есть, это не всегда так, но, да, чуть позже я скажу, почему, как бы, а, в принципе, об этом можно говорить. Но, собственно, у нас есть пары, как бы, квадрагмеры и, соответственно, сигнал. Затем нам надо как-то выделить фичи и на этом всем натренировать регрессор. Вот. То есть, ключевой вопрос, он как раз-таки в выборе этих фич. Ну, а, как я уже говорил, скорее всего, это будет объем аминокислот, но проблема в том, что у нас аминокислоты, ну, у многих аминокислот объем очень похожий, и, соответственно, ну, сигналы будут генерировать похожие. И, с другой стороны, у нас еще будет проблема мерфитинга, если мы, ну, потому что белков пропущенных через пору у нас еще не так много, и поэтому, как бы, научившись на одном, мы, скорее всего, не очень хорошо будем работать над другом просто, потому что мы раньше не видели таких вот камеров. То есть, ну, чтобы как-то вот как-то улучшить, как-то уменьшить аминокислот, как-то вот, ну, дать модели лучше различать разные аминокислоты, мы просто делим аминокислоты на четыре группы по размеру. Соответственно, ну, совсем маленькие, маленькие, средние и большие. И фичей будет уже не просто, как бы, камер и соответствующие объемы, а композиция аминокислот вот в таком алфавите. Ну, то есть, если у нас, как бы, там, две больших, потом одна средняя, одна маленькая, то и фича у нас будет, как бы, просто преобразован на вектор, там, 2, 1, 0, 0. Вот. 2, 1, 1, 0. Вот. И, используя это, мы тренируем регрессор и получаем вот такую картинку. Ну, то есть, мы видим, что теперь теоретический сигнал, он, ну, гораздо лучше совпадает с эмпирическим. Собственно, вот. Это хорошо, но все равно, как бы, где-то у нас есть что-то несоответствие. И если, опять же, посмотреть на вот такую ошибку со знаком, но на этот раз отсортировать аминокислоты не по объему, а по гидрофильности, то мы опять увидим линейную зависимость. То есть, мы, а, ну, как бы, линейной зависимости, если рассортировать аминокислоты по объему, уже нету для СВР. Я вот, этот слайд был, но я его почему-то убрал. Но теперь есть, как бы, такой байос по гидрофильности. Ну, почему гидрофильность? Потому что кажется, что чем больше или меньше аминокислота гидрофильна, тем больше или меньше вероятность того, что она, как бы, с собой еще заберет воду. И, соответственно, это увеличит эффективный объем вот этой аминокислоты. И когда она будет проходить через пору, это повлияет на сигнал. Соответственно, ну, хочется это тоже как-то учесть. И мы решили построить новую модель. То есть, как бы, тут тоже такая история, которую можно рассказать. Мы эту… Другую модель нас попросили, на самом деле, сделать ревиверы. Когда мы послали статью, они сказали, что-то у вас как-то не очень работает, может, вы еще что-то попробуете. Ну, вот мы попробовали Rando Forest. То есть, чем он хорош? Он хорош тем, что у него, как бы, ну, у него нет оверфитинга. Вот в одном из… Как бы, вот в одном из определений оверфитинга, в таком более строгом, он более-менее чувствительный к шуму. И там, ну, там не надо как-то фичи, как бы, ну, делать какой-то фичи скейлинг. Так. И теперь мы можем… Ну, вот, благодаря вот всем этим бонусам, мы, на самом деле, попробовали использовать, как бы, ну, реальные объемы аминокислот, вместо того, чтобы поделить их на четыре группы. И это работало совершенно нормально. И теперь фичу мы, как бы, мы включим не только объем, но и гидрофильность аминокислот. То есть, у нас получится, как бы, вектор из пар. Но тут возникает проблема того же… Опять же, вот, проблема… Ну, то, что я уже говорил для SVM. У нас покрытие тестового датасета очень маленькое. Но на самом деле мы можем это преодолеть. Каким образом? Ну, мы… Наша гипотеза же состоит в том, что на сигнал влияет, как бы, композиция… Ну, как бы, композиция аминокислот в поре, но не их порядок. Соответственно, мы можем просто взять все наши вот эти вот коммерчики и перемешать аминокислот в случайном порядке и оставить тот же самый сигнал. И это, на самом деле, существенно повышает точность модели на, как бы, тестового датасетах, которые она раньше не видела. Вот. Собственно, а у меня тут тоже нету слайдов. Ну, чувствительность, точность этой модели, она еще улучшилась. То есть, ну, я чуть позже, как бы, расскажу о результатах. Но вот, построили такой регрессор. Какие еще сложности просто есть? Вопросы какие-то? Нет? Да, а вы пробовали добавить какую-то фичу с гидрофильностью в SVR? Ну, то есть, исторически, как бы, SVR был до того, как мы начали работать с гидрофильностью. Я пробовал. Кажется, кажется, это не сильно меняло ее характеристики. То есть, ну, кажется, что Reno Forest в этом, ну, как бы, для этой задачи подходит, ну, по крайней мере, рулась чем в SVM. К сожалению, у меня нет хорошей интуиции, почему это так. Но кажется, как бы, что Reno Forest, он... Но SVM хочет найти какую-то более вот такую гладкую, гладкое решение для регрессии. А Reno Forest, он, как бы, не парится. У него все эти деревья. И поэтому он менее исчислен к шуму. А шума, на самом деле, очень много. Вот. То есть, да, проблема. У нас, как бы, на сигнал, который умерен, на самом деле влияет достаточно много факторов. То есть, у нас есть какие-то периодические колебания в уонном токе, которые мы совершенно явно видим, там, такие синусоиды. У нас есть инструментальный шум и белок, как бы, мы хотим, чтобы он равномерный, но на самом деле он, конечно, там, скорость его прохождения может меняться. Это приводит только к тому, что сигнал шумный. Ну, с другой стороны, мы можем взять консенсус из нескольких сигналов с одного и того же белка. И это существенно понижает уровень шума, существенно улучшает точность. Ну, собственно, консенсус, как бы, из, там, пяти или десяти сигналов, он, как бы, просто очень-очень сильно улучшает, как бы, ну, да, точность нашей модели, точность, которую мы можем этот сигнал определять. Вот. Ну, и, собственно, как происходит идентификация. У нас есть набор сигналов. Ну, в данном случае мы, как бы, да, пускай мы знаем, что эти сигналы, они с одного белка. Мы эти сигналы, как бы, кластеризуем, берем консенсус. И у нас есть база данных. Для этой базы данных, для каждого белка мы строим теоретический сигнал. И потом сравниваем, как бы, ну, эмпирический, теоретический сигнал и выбираем тот белок из базы данных, у которого на такой модели будет максимальный, вот, ну, в данном случае метрика R-square. Ну, это, ну, по сути, по сути, это, как бы, квадратичное расстояние, ну, эвклидово. Ну, если, как бы, его не нормировать, то да. Вот, ну, и вот такой матч он дает нам, типа, вот, мы называем это protein-анно-спектру матч. И, как и в случае с протеомикой, у нас вот есть некоторая p-value для вот этого матча. Мы пока что не научились его считать теоретически, но вот, как бы, мы его можем оценивать экспериментально. Вот, ну, как бы, вообще это определяется, как вероятность того, что случайный белок точно такой же длины, как полмаченный белок и точно такой же составный слот будет иметь больше скор, чем, ну, наш текущий скор. Это, на самом деле, очень важная вещь. Она важна для, ну, как бы, это степень уверенности, вот, в нашем матче. И это критическая, критическая очень вещь в идентификации. И, собственно, то одно из направлений — это вот уменьшение этого p-value и, соответственно, улучшение методов расчета p-value, потому что, ну, это тоже, как бы, такая некоторая задача для статистики, в том числе теория вероятности, которая важна. Вот. С немножко о результатах. У нас есть дата-сеты вот из пяти белков, ну, то есть четырех белков и одного хвостика белка. То есть там длина вот от 20 до 136. У нас, ну, в принципе, достаточно много уже сигналов. Ну, так, относительно. Они, в принципе, получены на разных порах. То есть какие-то из них получены... Да, какие-то из них получены на одинаковых, какие-то получены на разных, и некоторые поры больше похожи друг на друга, чем другие. Ну, и, собственно, вот результат. Мы считаем экспериментальный p-value. Соответственно, вот для двух таких белков... То есть мы тренируемся на одном и тестируем на другом. Тут тренируемся на H3, тут и тестируем на CCL5. Вот. Для... Ну, здесь Ренофорест и SVR, они, ну, примерно одинаковы. У них точность, ну, чуть-чуть побольше, чуть-чуть получше SVR. Ну, чем ниже p-value, тем лучше. Чем ниже p-value, тем более, тем больше мы уверены в наших, как бы, матчах. Тем более вероятно, что они правильные. Вот. Но эти два белка, они были получены, как бы, на достаточно разных порах. Вот эти два белка, они уже были, ну, экспериментально получены в более похожих условиях. И при этом наша... При этом Ренофорест начинает работать сильно лучше, чем SVR. А, вот я не сказал, что по горизонтали у нас как раз-таки размер кластера и сигналов. То есть, чем больше белков мы кластеризуем, тем больше, чем меньше шума и тем лучше, как бы, производительность, точность модели. Ну, и, соответственно, ну, начиная с какого-то момента наступает уже, как бы, плато. То есть, мы достигли какого-то уровня некоторого. Вот. Ну, то есть, в данном случае, там, для десяти, скажем, для кластера из десяти у нас здесь минус четвертое, что, в общем-то, уже неплохо, но на самом деле маловато для, как бы, такой идентификации в реальных данных. Вот. Но, с другой стороны, вот есть еще одна пара из белков, которые достаточно похожи друг на друга. То есть, они были получены у разных экспериментов, но они, по их последовательности, отличаются там на одну буковку. Но при этом у нас точность, как бы, еще там возрастает на порядок, да. И даже на два порядка, потому что, ну, тут масштаб уже другой, тут вот десять, а она здесь. Ну, практически на два порядка. И, на самом деле, вот такого P-Value уже, в принципе, достаточно для анализа какого-то каких-то небольших протомок, к примеру, бактериальных. Вот. Вот. И еще мы провели такой тест на реальном уже протеоме. То есть, это тот же белок H3-3. Вот он. Мы его ищем в человеческой базе данных. Но это, как бы, немножко урезанное, это, как бы, 20% человеческой базы данных. Это где-то 20 тысяч белков. Мы вырезали, как бы, тот кусок, который с наиболее похожей длиной, там, от 100 до 160 аминокислот. И, собственно, для кластера из пяти сигналов мы ищем, ну, вот, пытаемся делать идентификацию. Вот. И в данном случае, как бы, ну, настоящий белок, он оказался на пятом месте. Но, что интересно, все вот белки сверху, они, на самом деле, принадлежат одной семье. H, ну, вот, это, как бы, белок, я не знаю, как его назвать правильно, но вот, гистонный белок H3 с какими-то модификациями. И они, на самом деле, отличаются там не на много, ну, на несколько аминокислот, там, может, даже на одно. Вот. И скор у них очень похожий. А скор для других белков из других семейств он уже, вот, то есть, видно, ну, тут, как бы, они немножко различаются. Начиная вот с вот этого, скажем, уже, как бы, отличие более существенное. То есть, да, интересно, что действительно мы как-то уже по аминокислотной последовательности белка мы действительно можем как-то, ну, делать какую-то идентификацию. Вот. Ну, и немножко, как бы, уже о нерешенных проблемах. То есть, реальных данных у нас, естественно, будет, как бы, смесь белков в сэмпле, не один белок. И, ну, нужно как-то, это тоже, ну, как, то есть проблема будет в том, что мы не можем так просто кластеризовать, брать консенсусы сигналов, ну, потому что у нас разные белки, мы не понимаем, какой сигнал откуда. Ну, кажется, что можно как-то разделить сначала смесь на кластеры, которые принадлежат разным белкам. Как можно это сделать? Ну, к примеру, можно попытаться разделить их по длине. То есть, мы сделали вот такие эксперименты. Оказалось, что от длины белка зависит, независимо от того, какое время, как бы, занимает транслокация белка через пору. А она, на самом деле, может варьироваться, там, от, что-то там, от десятых долей миллисекунды до, может быть, нескольких миллисекунд. Но это, на самом деле, достаточно, это очень быстро, и хотелось бы это все существенно замедлить, и сейчас над этим ведется работа. Но вот пока так. Вот. И, собственно, для разных белков у нас получаются вот такие разные пики. Соответственно, мы считаем, как бы, некоторую статистику по частоте флуктуации сигнала. И для разных белков у нас получаются разные вот частоты. И потенциально мы можем использовать это вот, когда у нас уже будут какие-то реальные эксперименты для смеси белков, мы можем это использовать, чтобы сначала разделить сэмпл на, ну, скажем, на белки разной длины, и потом как-то их кластеризовать по белкам, и потом как бы сделать еще дополнительную кластеризацию. Вот, к примеру, так. Вот, ну, то есть тут я хотел бы просто поблагодарить ребят, с которыми я работал. Ну, вот мой руководитель и наши коллабораторы из университета в Нотр-Дам. Собственно, вот они занимаются спорами, а мы занимались вычислительным анализом. Ну, собственно, все. То есть, ну, эта работа продолжается. И, к примеру, работает над увеличением точности сигнала и работает над, скажем, пытается сделать транслокацию белка через спору более контролируемым, ну, скажем, путем, ну, добавления, ну, в смысле, к примеру, можно этот белок чем-то держать и его протягивать с медленной скоростью. Для этого вроде используется электронный микроскоп. Пока что, как бы, есть какие-то данные, но выход эксперимента, он там, не знаю, а может быть, один белок за несколько часов пройдет через спору. То есть, ну, естественно, как бы над этим сейчас активно работают. Вот, собственно, все. Тут, как бы, я бы, вот, кому интересно, я тут составил несколько ссылок на хорошие обзоры для ДНКовых нанопор, ну, для нанопора для секвенирования ДНК. И, собственно, вот две статьи по белковым нанопорам. Ну, на самом деле, то есть, надо сказать, что, как бы, этим занимается много групп, и нанопорами, и, как бы, и транслокациями белков. И там много разных результатов. Там пытаются смотреть на пострансляционные модификации, пытаются смотреть, да, на какие-то, скажем, на ментилирование ДНК, пытаются смотреть. Вот, то есть, в общем, много разных работ. И это сейчас такая достаточно активная область. Собственно, все. Спасибо за внимание. И, да, буду рад. Да, конечно. Ну, то есть, кажется, что модифицированные нуклеотиды у них тоже будет какой-то измененный объем. И вот мы по… То есть, может быть, у нас даже есть референс какой-то. И, ну да, то есть, ну, по модифицированному объему нуклеотидов мы тоже можем попытаться понять. Ну, сейчас, наверное, это скорее мешает. Ну, понятно. То есть, ну, я думаю, что кто-то этим занимается. Я почти уверен. Ну, то есть, я не могу сейчас прямо какие-то работы посоветовать. Вот. Да, то есть, именно фишка на напор в том, что они чувствительны вот таким вот каким-то маленьким химическим изменением. И, ну, потенциально это открывает, ну, очень большие возможности. Да. То есть, я могу сказать, что по трансляционным модификациям, по ним сейчас тут как раз такие вот у наших коллабораторов есть работы, еще у кого-то есть, то, что они действительно видят вот… Ой, забыл, какую модификацию. Ну, какой-то достаточно распространенный. Вот прямо из нескольких вот сигналов они видят как бы модифицированный, не модифицированный белок. Да? Вопрос еще? Да, у меня есть несколько вопросов. Угу. А, ну… Ну, это в том числе это какое-то достижение их протокола, про который я, да, я подробно не рассказывал и на самом деле, который я не до конца сам понимаю. А, так что вот, я, наверное, лучше… Ну, неравномерность движения белка через пору — это все еще проблема. Но когда мы усредняем несколько сигналов, мы, как бы, нам хочется верить, что это усредняет, как бы, и движение белка через пору. Вот, но если, как бы, именно экспериментальная часть интересна, то вы можете статью посмотреть. Вот, Кеннеди. Да, они там много, на самом деле. Ну, это, собственно, важная часть их работы. И сама пора, и условия. Да, мне кажется, что белковые, как раз, я должен очень сильно. Угу. Ну, я скажу, что это не одна группа, которая называется, а у белковых, а у белковых? Ну, да. Ну, не очень правильно говорить белковым, потому что там белковые на напоры — это, ну, они натуральные на напоры, а не белковые, но для анализа белков. Да, их очень много, вот. То есть, если вам интересно… Ну, собственно, ну, только все, все только начинается. То есть, вот только научились. То есть, заслуга наших коллабораторов, кажется, в том, что они как раз-таки делают достаточно маленькую упору, и, ну, это позволило уже какие-то именно оситосигналы, которые позволяют разрешать различные аминокислоты. Вот. Ну, другие группы тоже разными занимаются. Занимаются там, ну, кто-то, да, считает там длину белка, кто-то ищет какие-то, может быть, белковые комплексы, там, какие-то белковые формации, когда они через споры проходят, тоже, как бы, ну, считаются. То есть, да, много разных работ. Да. Чем больше длина, чем больше длина белка? Это длина белка. А, чем больше сигналов в консенсусе. Ну, да, то есть, чем меньше шум, тем лучше точность. Нет, камеры, он везде четыре. То есть, да, теоретически, вот, как раз-таки опыт на, Oxford на напор, когда они переключились. Хотя нет, они, они верят, что если, что, ну, на самом деле, как бы, вот эти вот, ну, когда они сигнал фрагментируют на камеры, сырой, они верят, что на самом деле это можно как-то более по-умному сделать, и учитывая то, что, ну, как бы, там не всегда ровное количество камеров. Теоретически, вот, это и в нашем случае тоже одна из возможностей улучшить существенно точность модели, но, ну, очень сложно пока, как бы, непонятно, как это делать. Еще вопросы? Да, у меня были вопросы. Ага. А вы говорили, потому что сигнал очень сильно зашумлен. А вы не знаете, каким образом, ну, скажем, алгоритмически возглажив там? Пытались. Ну, по сравнению с, вот, с консенсусом, это, как бы, ну, не сильно помогает, то есть, если потом брать консенсус. Вроде бы это активно пытались сделать наши коллабораторы, но они не очень больших. Ну, то есть, тут проблема в том, что, как бы, отношение сигнала к шуму, там, два. И, ну, просто шума настолько много, что, вот, с ним очень сложно бороться. Да, пока что так. То есть, да, это, в целом, одно из направлений, которое могло бы помочь улучшить точность. Вот, ну, да, я не могу сказать, что мы прям очень много всего в этом направлении перепробовали. Продолжение следует... Продолжение следует...